Шеф-повар, Максим Григорьев. Клафути с вишней. В современных кулинарных версиях клафути встречается со свежими, консервированными и замороженными ягодами, фруктами, всевозможными миксами, усилителями вкуса, на основе не только светлого, но и шоколадного теста. По сути, необходимы жаропрочные формы, тесто похожее на блинное, и любые добавки. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Вишни свежие 275 грамм. Масло сливочное 70 грамм. Мед 20 мл. Молоко 300 мл. Мука пшеничная 100 грамм. Овсяные хлопья 3,5 столовых ложек. Сахар 60 грамм. Соль 2 грамма. Яйца куриные 4 штуки. Шаг 1. Находим в закромах муку, сахар, мед, овсяные хлопья, вишня, яйца, соль, молоко, можно заменить молочными сливками. Шаг 2. Взбиваем сахар, щепотку соли и яйца. Шаг 3. Добавляем пшеничную муку и замешиваем густое, вязкое тесто без комков. Шаг 4. Вливаем молоко и разводим до типичной для блинного теста консистенции. Шаг 5. Чистые ягоды просушиваем, избавляемся от излишней влаги, удобно на время разложить вишни одним слоем на полотенце. Шаг 6. Частью размягченного сливочного масла хорошенько промазываем изнутри огнеупорные формы. Для клафути подходят как большие, так и порционные. Шаг 7. Наполняем ягодами. Шаг 8. Заливаем жидким тестом. Шаг 9. Для усиления нежного сливочного аромата, дополнительно разбрасываем кусочки масла, ставим в раскаленную духовку на первые 20 минут, выпекаем при температуре 180. Шаг 10. Перемешиваем овсяные хлопья и душистый мед. Шаг 11. Относительно равномерно распределяем липкие хлопья по уже схватившемуся слою и возвращаем на следующие 15-20 минут в печь, держим при том же режиме. Шаг 12. Перед подачей клафути с вишней остужаем до теплого или холодного состояния. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.